Он пошел на войну, едва окончив 10-й класс. 15 февраля 1943 года призвали, и я поехал учиться в 49-й авиационную школу в поселке Камбори, Грузия. Дамед Набиев, 93 года, гражданин Азербайджана. В годы войны служил в 8-м бомбардировочном авиационном полку, майор в отставке. Молодые летчики сначала тренировались на советских бомбардировщиках Пе-2, затем пересели на американские Бостон-20, вспоминая фитера. Знаете, надо правду сказать, американские самолеты более устойчивые были. Эти самолеты из Персидского залива перегнали в город Хиробат. Через три месяца мы закончили эти учебно-тренировочные полеты и полетели прямо на фронт в Польшу. Недалеко от Варшавы город Парчев был. Из Парчева летчики совершали вылеты для бомбардировки вражеских войск в оккупированной Варшаве, Лодзе, Кракове. Дамед Набиев вспоминает, всего за месяц он потерял многих сослуживцев, а несколько раз и сам был в шаге от смерти. На седьмом вылете подбили наш самолет, зенитные артиллерии. И перелетели мы только там река Висла и сели на вынужденную посадку. Были, конечно, много случаев. Я с горящего самолета прыгал на парашюте. Возвращались на одном моторе. Ну, Бог сохранил мне жизнь. Многие погибали, были тяжелые ранения. А у меня был, знаете, при вынужденных посадках перелом правой руки под плечем и ребро закрытые переломы были. Но я все равно продолжал летать. Последний вылет у меня был на Берлин 2 мая 1945 года. После капитуляции Германии авиационный полк Домеда Набиева передиссоцировали в Украину, Запорожье. Украина мне очень понравилась. Тогда летные составы жили прекрасно, получали солидные деньги, одевались хорошо. Каждый вечер мы ходили на танцы. И там я встретился с этой Любой. Мы полюбили друг друга. Конечно, тогда был молодым человеком. У меня была Саранова, Любовь. Очень прекрасная девушка. Хотела ей жениться. Но когда приказ прибыл, нас расформировали, наш полк. Мы улетели в Ленинград. И после этого связь мы потеряли с ней. После Ленинграда Домед вернулся в Азербайджан. До выхода на пенсию он продолжал службу в Бакинском военном округе и преподавал в местном институте военную подготовку. Сложилась и семейная жизнь. Домед Набиев дважды стал отцом. А вот с возлюбленной из Украины больше никогда не встретился. Хотя помнит ее до сих пор. Передаю привет Любовь Саранова и всем украинцам. Потому что Украина мне очень нравилась. Я очень хорошо чувствовал себя там, как будто у себя в своей республике. Домед Набиев вспоминать об ужасах войны не любит. Нам в интервью он рассказывал больше о простых человеческих отношениях, ради которых тогда шли с оружием на врага. Ради которых сейчас важно сохранить мир. Редактор субтитров А.Семкин